Сестрам по серегам. Наверное, с одной стороны, сейчас стоило бы завидовать третьей сестре Белоруссии. У нее есть возможность наблюдать за происходящим и делать выводы, если бы не одно «но». Коллективное сознание не способно делать выводы на основании чужого опыта. Батька – да, он выводы делает. Каждый отдельный белорус – тоже. А вот белорусский народ вместе – нет. А вот Россия и Украина сейчас получают важные уроки, которые должны отложиться в исторической памяти. И Россия сейчас получает урок русского духа. Ну, что это означает вообще – быть русским? Как это? Жить в русской истории. Знаете, за что я не люблю псевдонародное творчество? Вот, например, песня «Дубинушка». Песня «Дубинушка». Русские интеллигенты вцепились в русскую народную песню, сочиненную для тяжелого труда и сверхнапряжения «Терпение» и, поняв ее, как это обычно у них водится, жопой, превратили ее в песню для умильного любования этим самым тяжелым трудом. Напряжением и терпением, как вечным ресурсом для компенсации собственного безделья. Потому что наш русский народ – это ого-го! Богатырь! Он вывезет! Зачем нашему народу квадрокоптеры? Он у нас смекалистый, на дерево залезет и все увидит. Он, как левша, блоху подкует. Поэтому батарейки для тепловизора ему тоже не нужны. Он дубинушкой ухнет и сразу победит. Информационную работу с населением, с войсками, с противником можно вообще не вести, ибо население наше по русской природе своей предано государству и только и мечтает, чтобы умереть за отечество. А если нет, если нужны батарейки, связь, квадрокоптеры, винтовки мастера Лобаева, то, может, ты и не русский? Так вот, на этой войне выясняется, что русский дух – это вовсе не то, что пытаются под этой маркой продать люди, которые рассматривают его как вечный двигатель под их жопой. Их понимание русского духа – это формула «я буду халтурить, а ты будешь терпеть и вывозить меня к медалям». А на самом деле русский дух – это умение и желание учиться с такой скоростью, с какой никто не способен, и становиться лучше во всем – в тактике, приемах, производстве оружия, военной логистике, в пропаганде, во всем превзойти учителя. В данном случае – НАТО. И вопрос побед и поражений – это выбор, который делает государство между двумя прочтениями русского духа. Хорошие подвижки есть, но пока их мало. А украинцы получают свой урок. Урок украиноведения. Или как там у них было – украинознавство. Так вот, украинство как национальная идея – вещь довольно примитивная и пошлая. Поэтому на нее все время и пытаются навесить какие-то вышиваночные рюшечки или другой колорит. Украинство – это идея жить на господские европодачки за счет предательства москалей. Это центральная опора всего украинства. Все остальное – завывание про империализм и голодобор, про вильный казацкий дух и так далее – это навешанные на эту опору крестьянские малюнки. Аналитика о том, как слаба Россия и бедна, как могуч Запад и велики США – это просто подгонки рассуждений, подвожделенный, заранее обцелованный, слюнявыми губами ответ. Надо предавать. Радиоактивное облако из обедненного урана над Хмельницким – это европодачки доброго господина. Наводнение – это единственный способ отложить свой же собственный могучий контрнаступ против слабых, ничтожных, трусливых москалей. А еще нужно обстреливать АЭС, потому что жалко, конечно, но ничего же больше против жалких и ничтожных москалей сделать нельзя. Ну, может еще дочку философа взорвать, зажмурившись от собственной смелости. А вось потом как-то обойдется и москаль простит. Но самый важный урок для обеих сестер – это то, что уже пора взрослеть. То есть понимать, что некоторые вещи не прощают. И именно в этом основа будущей гармонии.